Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим о 21 главе Евангелия от Луки. Собственно, вся 21 глава посвящена беседе Господа со своими учениками, которое незадолго до страстных событий происходило на горе Елеонской. И это разговор, который традиционно принято называть пророческой беседой на горе Елеонской. Вся эта беседа посвящена представлениям людей о конце времен, о конце мира, о направлении истории. И в основном здесь Господь говорит своим ученикам то, как имеет смысл видеть, представлять себе этот конец времен. Но по некоторой исторической случайности, в самое начало 21 главы, уже в позднем Средневековье, когда происходило разбиение на главы, к 21 главе присоединилась или попала коротенькая история, которая произошла в Иерусалимском храме. Но, несмотря на то, что это буквально пара строк, тем не менее, эта история очень важна. Дело было в Иерусалимском храме, и вот Господь с учениками видели, как приходили люди, подходили к сокровищнице, куда принято было опускать пожертвования, ну и опускали туда разного размера мешки с наличностью. Кто-то большие, звенящие, а кто-то, наоборот, совсем чуть-чуть. И вот Господь показал своим ученикам вдову, которая положила две самые мелкие монетки, буквально почти ничего. И сказал ученикам в этот момент, посмотрите на нее, она положила больше всех, потому что все клали какие-то крупные суммы от избытка, и страшно радовались и гордились тем, какие они молодцы. А эта самая вдова положила все, что у нее было, все, что она могла, действительно была нищей, и ничего не могла пожертвовать. Но ею двигала некоторая внутренняя потребность все-таки что-то пожертвовать, какой-то такой дар благодарности Богу принести. Это, на самом деле, чрезвычайно важный факт сам по себе, и то, что Господь предлагает своим ученикам увидеть, что действительно эта бедная вдова положила больше всех, именно потому что сделала это от сердца. Ну и кроме того, это, конечно, очень важный разговор, важная притча о том, что на самом деле Богу нужно, потому что в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, Бог много раз говорит о том, что мне не нужны какие-то жертвоприношения обильные, потому что в конце концов говорит Бог моя вся земля. Но вот для него действительно важно движение человеческого сердца, направленное к нему, вот как у этой вдовы. И ценится именно то, что это движение сердца, именно то, что оно направлено к Богу, а не то, сколь масштабны при этом какие-то результаты и внешние проявления. Да, теперь, собственно, вот беседа на горе Елеонской. Завязалась она потому, что с горы Елеонской был хорошо виден на Иерусалимский храм, построенный Иродом. И кто-то, неизвестно кто, сказал Господу Иисусу, вот посмотри, какие величественные здания, как здесь все замечательно построено. И Господь им говорит, что да, здания, конечно, величественные, но все будет разрушено, не останется здесь камня на камне. И, в общем, это, конечно, шокирует учеников. Они, как это свойственно, наверное, всем людям ожидали, что впереди их ждет только прогресс и процветание, неважно экономическое или духовное. Они ожидали, что вот теперь, когда храм построен, Спаситель пришел, и он установит Царство Бога на земле, вот теперь все действительно и заиграет яркими красками, и будет, наконец-то, долгожданный хэппи-энд, как мы бы теперь сказали. Но Господь говорит о том, что так не получится, так не происходит, все будет разрушено, потому что все, что мы пытаемся строить в расчете на признательность со стороны Бога, все это строится на какой-то очень глубокой человеческой неправде. Господь говорит своим ученикам о том, что приходят пугающие времена, пугающие. Наступает время, говорит он, когда всякий, гонящий вас, будет думать, что он тем служит Богу. И это, кстати, ужасно поучительные слова, потому что люди очень часто думают, что они служат Богу, причиняя нечто иногда чудовищное, иногда просто неприятное другим людям. Но так не бывает, так не бывает. Вот Христос говорит своим ученикам о том, что и им придется пройти этот путь предательства, по которому и сам он вынужден будет пройти. Господь предлагает им увидеть эту перспективу. Конечно, это страшно, конечно, это пугает, когда вдруг оказывается, что фактически то, в чем они участвуют, то, что делает их учитель, обречено на провал, обречено на поражение. И вот Господь говорит им терпением вашим спасайте души ваши. При этом надо сказать, что Христос обещает своим ученикам тоже удивительную на самом деле вещь. Он говорит о том, что когда все это будет сбываться, когда вы увидите, как хаос и злоба человеческие и разрушают вообще всю ткань жизни, вы не думаете, что вы брошены будете, вы останетесь одни. Бог будет с вами, и Дух Божий научит вас, что и как говорить в этот момент. Это совершенно поразительная вещь. Господь говорит, это будет вам для свидетельства о том, что вы не одни, о том, что Бог с вами. И вот это, может быть, первая важная вещь, которую надо в этом разговоре увидеть. Христос предлагает своим ученикам, как сказать, новый контекст. Он предлагает увидеть все те катастрофы и ужасы, которые поколение за поколением постигают этот мир. И, строго говоря, всегда примерно одинаковые. Не изнутри с точки зрения человека, на которого все обрушивается, а подняться выше, увидеть Бога, который не бросает нас по каким-то, может быть, непонятным, необъяснимым для нас причинам решения проблемы человеческого страдания, которые существуют реально в этом мире, Бог предлагает своим ученикам вот именно такое. Они, наверное, рассчитывали, ну, как и мы тоже рассчитываем и надеемся, что Бог скажет, я отведу все катастрофы, и теперь все будет хорошо. Но вместо этого Бог говорит, что да, мир, в котором не царствует Божья правда и Божья любовь, все равно будет разрушаться, не может разрушиться, но вы будете со мною, и я буду с вами. Как сказано в одном месте в Священном Писании, ничто не отлучит нас от любви Божьей. Вот этот выбор, как посмотреть на одни и те же события, он действительно очень важен, потому что по-человечески все безнадежно, все безнадежно, все катится в пропасть к полному хаосу. Но с точки зрения учеников Господа Иисуса есть нечто гораздо более важное, это вот эта рука Божья, простертая над ними. Далее Господь, собственно говоря, в этом разговоре опирается на ту часть ветхозаветных пророчеств о конце времен, которые могли быть известны его ученикам. Мы не можем с уверенностью утверждать, какова была эта часть, потому что что-то из пророчеств о конце времен, без сомнения, было известно и распространялось в популярных сборниках пророчеств, что-то, наоборот, было почти забыто. Это, да, ну, по крайней мере, идея о том, что вот этот мир, лежащий во зле, не вечен, так будет не всегда у этого мира, неизбежно будет конец, эта идея была ученикам понятной и казалась достаточно естественной. Ну, впрочем, и несколькими столетиями позже святитель Василий Великий в одном месте писал, что если у мира есть начало, так ничего удивительного, что должен быть и конец. Лишь потом, в еще много более поздние времена, почему-то нам стало казаться, что все должно быть бесконечно продолжительным во времени. Это скорее исторический курьез, я бы сказал, целовеческих взглядов. Вот, а для учеников Господа, ну, конечно, понятно, что так или иначе будет совершаться победа Божья. Одно из самых важных откровений о Боге, между прочим, которое дает нам Священное Писание, откровение о том, что Бог не будет терпеть торжество зла вечно, и мир, который лежит в этой человеческой злобе, мир, который построен на жестокости и глупости, не будет существовать вечно, а будет некоторая победа Бога, Его правда, Его свет и Его воля восторжествуют. И для учеников Иисуса слова о Царстве Бога в первую очередь означают именно это, вовсе не какие-то там прогулки за облаками, а именно победу правды Божьей вот в этой реальной жизни. Поэтому они ждут этого, они надеются. И еще, что тоже очень важно для этой эпохи, этой культуры, победа Бога в первую очередь подразумевает человеческую свободу. Человеческую свободу для иудеев, свободу от язычников, от власти язычников, ну и вообще свободу от всего, что порабощает людей. Но обратите внимание, что Господь много раз говорит своим ученикам, что на самом деле источник порабощения внутри. И вот поэтому, когда они ожидают, что Он скажет им, что вот сейчас наступает это время, и Бог даст вам долгожданную и так нужную людям свободу, вместо этого Господь говорит о том, что эта свобода рождается изнутри. Эта свобода рождается в сердце человека, который узнает во Христе истину Божью. И то же, что мне кажется чрезвычайно важно сегодня услышать в словах Христа о конце времен, вот что. Видите, традиционно, по каким-то историческим, психологическим, просто человеческим причинам так вышло, что мы ужасно пугаемся. Нам кажется довольно справедливо, нам кажется, что вот будет все плохо, будет все ужасно, и все будет разваливаться. Господь предлагает своим ученикам вот что. Он говорит, да, но когда вы увидите это, поднимите глаза к небу, потому что приблизилось избавление ваше, потому что разрушение, деградация и озверение мира, которые, вообще говоря, происходят, наверное, с одинаковой интенсивностью в любом поколении, в любом культурном контексте, это еще не конец. Восклонитесь, поднимите головы, потому что приближается избавление ваше, и близко Царство Божие. Это очень важно, понимаете? Та победа Бога, о которой говорит Священное Писание, это не столько конец света, сколько конец тьмы, как один современный мыслитель выразился. И это действительно очень важно. Для христиан конец света – желанные события, желанные, потому что тогда, наконец, мы станем свободными в Боге, тогда, наконец, мы сможем увидеть Бога во Христе действительно в полноте, и эта истина Божья сделает нас по-настоящему живыми. И тогда, что самое важное, мы сможем победить в себе тот грех, который нас порабощает. Поднимите головы, потому что приблизилось избавление ваше. Говоря современным языком, может быть, правильное отношение христиан к концу света, следовало бы выразить словами, этот день мы приближали, как могли, потому что это победа Бога над смертью. Ну и последняя часть, последние несколько строк этой главы тоже посвящены удивительной совершенно вещи. Христос говорит, ну вы в это время пока приближаются, ведь он отказывается рассуждать о том, когда это будет, в какие времена и в какие сроки. И говорит ученикам, потом в начале деяний Лука это запишет, что не ваше дело знать времена и сроки. Господь говорит им, ну вы сейчас бодрствуете, потому что вот эта жизнь в правде, жизнь в Божьем присутствии, жизнь в свободе, которую дарует Бог, возможна для вас и сейчас. Поэтому на самом деле для всех многочисленных поколений христиан, которые были и еще будут на земле, не так уж и важно, в конце концов, сколько еще времени осталось до победы Бога, до конца тьмы, потому что возможность жить в Его свете и в Его правде дана нам уже сейчас. Бодрствуйте на всякое время, бодрствуйте, вот что предлагает Господь своим ученикам.